Я приветствую всех, кто в эту минуту смотрит мой YouTube-канал, который продолжает свою работу в прямом эфире. Сейчас у меня в гостях военный эксперт Олег Жданов, полковник запаса, штабной офицер, известный своими многочисленными комментариями на разных YouTube-каналах, в разных средствах массовой информации. Олег Владимирович, я вас приветствую. Добрый вечер, Евгений Алексеевич. Я думаю, самое главное – это хроника, ежедневная хроника войны на моем канале. Да, и если вы на нее еще не подписаны, на эту ежедневную хронику войны, то я настоятельно вам рекомендую подписаться и смотреть регулярно комментарии Олега Жданова. Ну и на мой канал тоже подписывайтесь, пожалуйста, ставьте лайки этому видео, задавайте вопросы, оставляйте комментарии. Все это поможет, чтобы как можно больше людей услышали и увидели этот разговор. Скажите, пожалуйста, Олег Владимирович, какая сейчас ситуация на фронте? Конечно, печальное известие о гибели в путинских застенках Алексея Навального сегодня затмило все другие новости, но, тем не менее, сложная ситуация в Авдееке и вокруг нее. Расскажите, пожалуйста, что там происходит вот на этот час? Ну, новость действительно печальная в плане гибели Алексея Навального, но, на мой взгляд, Джо Байден фактически ее нивелировал вновь своим сегодняшним заявлением относительно последствий, которые получит Российская Федерация, если Навальный умрет в тюрьме, как он заявил три года назад. Ну, это пусть останется на их рассмотрении. Что касается линии фронта. У нас, в принципе, вся линия фронта на сегодняшний день более-менее стабильна, и боевая интенсивность не такая уже высокая. В основном от двух до четырех атак за прошедшие сутки на разных оперативных направлениях. Самое горячее у нас остается Авдеевское и Маринское направления. Причем на Маринском направлении количество атак даже больше, чем на Авдеевском. Но интенсивность и численность этих атак, Авдеевское направление, конечно, тут превосходит все какие-либо нормы, которые могут быть на сегодняшний день. Знаете, мне даже вспоминаются жуковские принципы, когда Сталин ставил приказ, и неважно было, сколько человек погибнет, но приказ надо было выполнить. Так было и на Корсуин-Шевченковской операции, которая рекорды бьет по количеству потерь Красной армии. Так было на Зиеловских высотах, так было на Курской дуге. Примерно интенсивность такая же. Сегодня соотношение в Авдеевке один к семи. На одного нашего защитника приходится примерно семь оккупантов, которые пытаются штурмовать Авдеевку. Очень ожесточенные бои идут на данный момент. Мы на этот час выровняли, частично выровняли линию фронта в самой Авдеевке, а именно наши войска отошли с позиции Зенит, это юго-восточная часть Авдеевского плацдарма. И продолжаются бои в районе, в направлении, точнее, населенного пункта Ласточкино для удержания коридора по снабжению нашего гарнизона в самой Авдеевке. Так что сегодня, если рассматривать ситуацию на фронте, то это Авдеевка и на втором месте это Маринка. Напомните, пожалуйста, как развивалась ситуация, если посмотреть исторически на Авдеевку, на этот Авдеевский выступ, на оборону Авдеевки и так далее? Ну, я скажу так, что, в принципе, Российская Федерация провела довольно глубокую длительную операцию по подготовке сегодняшней битвы. Они очень долго не могли взять. В принципе, она у нас обороняется с 2014 года. Ну, вот-вот, я туда хотел вернуться. Ведь там же, по сути дела, во время той фазы войны, которую иногда называли гибридной фазой войны, которая была в 2014-2015 году, горячей, там образовался укрепленный район, ведь так? Да, мы фактически превратили Авдеевку в такую довольно неприступную крепость. Мы даже улучшили свои позиции в плане, помните, бои были за Ясиноватскую развязку, то есть мы продвинулись немного вперед. И у нас, в принципе, аванпостом или авангардом Авдеевского плацдарма были Пески, где мы держали оборону. Вот. Но и Авдеевка, тем не менее, была укрепленная, они могли ее только обстреливать. Они, в принципе, там дойти до нее было далеко для них, и они могли ее только обстреливать, а мы там, в принципе, создавали укрепление и создавали такой, ну, укрепрайон на базе самого населенного пункта Авдеевка. Да, действительно, это была такая неприступная крепость на момент начала операции по ее захвату. Если Авдеевка будет полностью утрачена, если российские оккупанты захватят ее полностью под свой контроль, что это будет означать для дальнейшего хода боевых действий? Ну, это для нас, в принципе, это не такого в стратегических плане потерь не будет. Конечно, нам будет больно и обидно в плане потери территории, в плане потери очередного населенного пункта, с одной стороны. Но с военной точки зрения, я вам скажу, что линия фронта сократится, ну, минимум на 30 километров. Минимум. И эта линия выровняется. Сегодня, глядя на карту, мы видим вытянутую кишку, практически огневой мешок, вспомните Дебальцево. То же самое, примерно. Примерно та же самая ситуация. Они провернули примерно такую же схему. Они зашли из флангов с севера и с юга, постарались максимально вклиниться в глубину, чем осложнили нам и оснабжение, и огневую поддержку гарнизона на Авдеевском плацдарме. А потом, используя перекрестный огонь, начали прощупывать фланги. Северный фланг оказался слабее, чем южный. И они пошли на прорыв именно со стороны севера. Поэтому в данном случае, ну, как бы, катастрофы не будет. Мы выровняем линию фронта. И, кстати, еще по заявлению бывшего, уже экс-главкома вооруженных сил Украины, генерала Залужного, линия обороны начиналась строиться, вот новая линия обороны, на которую выделили средства, она начинала строиться в 10 километрах западнее Авдеевки. То есть у нас есть рубеж, на который мы можем опереться в случае потери контроля над населенным пунктом Авдеевка. Ну, хорошо. На ваш взгляд, существует ли сегодня угроза прорыва русской армии, агрессивной русской армии, на каком-либо из участков фронта? Нет, прямой угрозы такой на сегодняшний день нет. В принципе, все оперативные направления, на которых пробовали прорваться на сегодняшний день российские оккупационные войска, они не увенчались успехом. Ни Купинское направление, ни Тернов, где они там очень сильно рвались, они даже не смогли нас выбить за реку Жеребец, ликвидировать наш плацдарм на левом берегу реки Жеребец. Мы удержали позиции. Да, немножко отступили, но тем не менее мы плацдарм удержали. Ни на Лиманском направлении у них Белогоровка не получилось ничего сделать, ни на Бахмутском направлении продвижение в сторону Часово Яра оккупировано на сегодняшний день нашими войсками. Но даже была попытка прорвать на Запорожском направлении, в районе Новопрокоповки, но она тоже была оккупирована нашими войсками, и на сегодняшний день там ситуация более-менее стабильная, я имею в виду в районе Работинского плацдарма. А в Крынках там, наоборот, преимущество на нашей стороне, потому что мы наносим довольно ощутимый урон противнику и удерживаем плацдарм на левом берегу, что бы они ни делали, какие бы меры там не принимало военное руководство российское, но скинуть нас с левого берега они не могут. Поэтому, да, гипотетически, конечно, есть, надо быть готовым, что они могут перегруппироваться и двинуться на каком-либо из направлений, тем более сейчас появилась информация, что якобы на Запорожском направлении накоплено довольно большое количество российских войск. Хотя очень странно слышать, когда, с одной стороны, мы говорим о том, что наша разведка вплоть до роты батальона может отследить перемещение войск противника, а тут вдруг появляется огромная группировка на Запорожском направлении, о которой мы узнаем вот сегодня и вдруг внезапно. Я бы в этом плане пока не брал ее полностью в расчет, эту информацию, и дождался бы информации либо от Главного управления разведки, либо от Генерального штаба относительно количества войск на Запорожском направлении во втором эшелоне, то есть не в первом, а во втором эшелоне, то есть в глубине оккупированной территории. Так что вот по прорывам вот примерно такая ситуация на данный момент. Два направления мы удерживаем, сдерживаем натиск противника, на остальных гипотетически возможно, но практически на сегодняшний день мы находимся в глухой обороне и шансов на прорыв у противника не так уже много. Какие потери несет противник? Каковы цифры, вы можете сказать, хотя бы приблизительно? Ну, соотношение можно сказать только по отдельным направлениям. На сегодняшний день известно только по Авдеевскому направлению. Там буквально неделю назад фигурировала цифра 1 к 10 к 12 потери, а сегодня при такой интенсивности боев, в принципе, потери говорят 1 к 7, 1 к 8. Количество там за неделю, точнее даже меньше, чем за неделю боев. За 5 дней боев, активных боев, там до 4200 человек уничтожено со стороны российских войск. Ну, наши потери, понятно, секретные, они не распространяются. Поэтому, а в общем, как бы коэффициент потерь вывести сложно в связи с тем, что мы не оглашаем потери с нашей стороны. Ну, собственно говоря, официально потери с российской стороны тоже не оглашаются. Мы о них судим по нашим собственным оценкам, по украинским оценкам, так? Да, у нас, смотрите, там существует у нас собственная система подсчета по боевым донесениям. Наши командиры, начиная от самого низшего звена, подают, как минимум 2 раза в сутки, подают боевое донесение, в котором указывают количество потерь. Отсюда появляется цифра, которую мы с вами каждый день читаем в сводке генерального штаба. Есть еще асинтеры, так называемые, те, кто следит за войной и ведет учет, в том числе и по потерям личного состава. Они пользуются данными, которые более-менее имеют подтверждение, то есть фото-видео фиксация потерь. И их цифра, конечно же, отличается, в разы отличается от нашей цифры, от цифры генштаба, потому что они, как бы, вот, собирают только доказательную базу. У нас эта основу составляет боевое донесение. И мы этой цифрой апеллируем как офицер. Ну и все-таки, вот, я хотел бы вернуться к вопросу о дальнейших возможных направлениях развития боевых действий. Если, ну, скажем так, посмотреть на карту войны с более далекого расстояния. Многие наши зрители, многие наши слушатели, знаете, YouTube не только смотрят, но и слушают, я это прекрасно понимаю, теряются вот в этих, скажем так, микрогеографических реалиях, если говорить, что называется, крупными мазками, если крупными мазками. Вот, очень часто в российских, так называемых, Z-пабликах, Z-телеграм-каналах говорят, вот, погодите, еще чуть-чуть, мы возьмем Николаев и Одессу. Вот, давайте, с юга, если пойти. Есть ли перспектива захвата Николаева или, не дай бог, Одессы? Нет. На сегодняшний день можно с достаточной долей уверенности сказать нет. Объясню, почему. Ну, во-первых, морская десантная операция сегодня уже нереальна, потому что из 13 больших десантных кораблей в строю осталось только 5. Это существенно. Больше, чем в два раза мы сократили количество БДК в составе Черноморского флота врага. Так что десантная операция нет. Плюс мы укрепили береговую линию, у нас есть там войска, начиная от войска территориальной обороны, заканчивая регулярными частями вооруженных сил Украины. Вот, ну, скажем так, силы обороны Украины. Что касается реки Днепр, допустим, вариант форсирования Днепра с левого берега на правый, то на сегодняшний день я очень сомневаюсь в готовности вооруженных сил России провести такую крупную операцию по форсированию Днепра. Во-первых, сегодня обледенение берегов, холодная вода, правый берег выше левого географический. Это, ну, для примера, кто в Киеве живет, можно посмотреть. Примерно соотношение, ну, чуть-чуть меньше, конечно, но примерно как в Киеве. Правый берег и левый, да, высота. Вот. Плюс еще, не забывайте, что плацдарм на левом берегу гарантирует нам невозможность проведения операции по форсированию Днепра. Для того, чтобы начать форсирование. Сейчас мы говорим о Днепре в районе Херсона, так? Ну, там не только, там до самой Каховки практически мы ведем боевые действия. Да, у нас может быть там севернее максимум казачьи лагеря. Да, дальше, в принципе, у нас там, как таковой, стационарных позиций на левом берегу нету. Но мы контролируем эти острова огневым воздействием. Кстати, сейчас Россия пытается, они в Каховку завозят моторные катера, малые надувные моторные катера, для того, чтобы начать по весне, видимо, будут пытаться начинать операцию по зачистке островов Днепра на левом берегу. Чтобы себя хоть как-то обезопасить. Там сегодня хозяйничаем мы, на этих островах. Поэтому нет, операция по форсированию, то есть Одесса, Николаев в этом отношении могут более-менее спать спокойно. С ракетами проблема, а с высадкой сухопутных войск ни с побережья, ни через форсирование Днепра на сегодняшний день вероятность практически равна нулю. Хорошо. Если говорить, скажем, о городе Днепре, бывшем Днепропетровске, вот какое расстояние сейчас от нуля, от линии фронта до Днепра? Ну, я вам точно не скажу, надо по карте смотреть. Я скажу так, что, Евгений Алексеевич, тут, наверное, надо начать не с Днепра, а надо начать с Запорожья. Вот здесь, мне кажется, большая угроза, чем Днепр, Днепропетровская область, меньше угрозы того, что российское командование будет рассматривать это как направление главного удара в какой-нибудь очередной наступательной операции. Тут вы же не забывайте политическую составляющую. Сегодня Запорожская область включена, якобы включена в состав Российской Федерации. На сегодняшний день она оккупирована на 72% российскими войсками. И поэтому вот здесь, мне кажется, большая угроза в попытке захватить Запорожскую область, город Запорожье, чем, допустим, составить угрозу городу Днепропетровской области. И тем более, что Запорожье ближе находится к линии фронта, чем Днепр. Но, тем не менее, если говорить именно о Днепропетровской области, я бы сейчас успел посмотреть по прямой 250 километров от Авдеевки до Днепра. До Днепра. А за два года войны километров 50 ведь прошли на самом деле российские? Ну, примерно. Нет, если брать по Авдеевке, то там прошли буквально, ну, по флангам, да, по флангам прошли не меньше. Там километров по 10-15, не больше. Фланговые вклинения справа-слева от Авдеевки. Поэтому там нет. А рядом с Авдеевкой еще же находится линия, которая практически не изменилась с момента 15-го года. Там есть еще позиции, которые удерживаются до сих пор, особенно севернее Авдеевки. И, смотрите, дело в том, что 250 километров... Это я просто говорю даже не вам, Олег Владимирович. Вы это все прекрасно понимаете. Я некоторым нашим зрителям, настроенным откровенно про путинские, про российские, говорю, вот посмотрите, пожалуйста, за два года войны, насколько вы продвинулись, ваши чудо-богатыри, так сказать, в кавычках, да, и сколько им еще предстоит топать ценой вот тех... Ага, если они нацеливаются на Днепр, да? Если они нацеливаются на Днепр и дальше на Киев. Не, ну, смотрите, давайте еще тогда так охарактеризуем. Дело в том, что 250 километров – это уже оперативно-стратегическая глубина. С 200 километров и далее начинаются уже стратегические операции. До 200-250 – это оперативные. А на сегодняшний день вооруженные силы Российской Федерации при всей их численности и, ну, будем так говорить, афишированной мощности, они не в состоянии провести тактическую или оперативно-тактическую операцию. Вот фактически Авдеевка – это тактическая операция, это глубина дивизии. Но при этом они собрали туда сборную, ну, по общей численности где-то собрали армию. 40-50 тысяч штурмуют сегодня Авдеевку – это общевойсковая армия, полноценная общевойсковая армия. И мы видим, что штурм Авдеевки идет с такими потерями, с таким, ну, как бы, я бы сказал, минимальным темпом, ну, черепашьим даже темпом продвижения. То говорить о том, что преодолеть 200 километров – это надо еще, ну, сколько лет? Лет 15, наверное, воевать, не менее. Ну, хорошо, а если посмотреть дальше на север, вот многие боятся окружения Харькова. Возможно такой сценарий? Так, для того, чтобы окружить, смотрите, для того, чтобы окружить Харьков или взять суммы, кстати, вот по суммам тоже такая же история, для этого надо собрать группировку войск. И при этом, давайте, где-то через Сумскую область с севера входило где-то 35-40 тысяч российских войск в феврале 22-го года. Тогда, когда на границе практически не было укреплений, и я так понимаю, что генерал Залужный на тот момент оттянул войска от границы для того, чтобы их сберечь. Потому что, если бы мы дали бой на границе, то вряд ли бы мы удержали эти территории и сохранили войска. А отступать с боями – это было бы, наверное, худший вариант. Поэтому дали возможность втянуться в глубину территории, а потом мы громили вот эти там, помните, 60-километровые, 30-километровые колонны российских войск, которые вошли, встали колом, потому что логистики вместе с ними не было. Чем мы и воспользовались. Поэтому сегодня для того, чтобы говорить об успехе наступательной операции, допустим, на Слобожанском оперативном направлении, это Харьков, ну, надо собрать как минимум 100-тысячную группировку войск. Как минимум. Это где-то 2-3 полноценных общевойсковых армий. Сегодня мы четко контролируем наличие войск в Белгородской, Курской, Брянской областях, которые выполняют роль прикрытия государственной границы на территории Российской Федерации. Мы точно знаем, что там где-то 20-22 тысячи войск, растянутых на огромной площади. И если начнется переброска техники, вооружения и личного состава на это направление, мы с вами будем об этом знать на следующий день. Как только первый солдат начнет разгружать платформы с техникой где-нибудь напротив Харькова, в Белгородской области. Так что это на сегодняшний день, да просто задача, она может быть и существует и в политическом контексте, и в планах генерального штаба Российской Федерации. Но реально на местности она сегодня не реализуема. Часто задают вопрос, а насколько велика и серьезна может быть угроза вторжения с территории Белоруссии? Ну здесь аналогичная ситуация. На сегодняшний день мы знаем, что порядка шести батальонно-тактических групп находятся на прикрытии государственной границы Белоруссии. Они там находятся, они оборудовали там рубежи обороны. Они меняются на ротационной основе где-то приблизительно 3-6 месяцев в зависимости от сезона. Зимой чаще, летом реже. Остальная армия, которая насчитывает сегодня где-то 45 тысяч там с хвостиком военнослужащих и 60 тысяч Министерства обороны Белоруссии. Она находится частично на полигонах, но в основной своей массе в пунктах постоянной дислокации. Да, Лукашенко, по-моему, 4 или со 2 марта проводит внезапное учение по внезапной проверке боеготовности войск. То есть гоняет там, военные говорят, гоняет полки по нескошенным травам. Но это тоже мы отслеживаем эти учения, они в пределах всех известных полигонов. Но на сегодняшний день вооруженные силы Белоруссии отдали Российской Федерации основные запасы боеприпасов. Там несколько десятков тысяч тонн было вывезено Российской Федерации. Отдали частично запасы техники. Я так понимаю, Россия выбрала лучшее, что у них было на длительном хранении. И плюс Лукашенко позволяет, судя по информации, которая периодически появляется в открытых источниках, Лукашенко позволяет вербовщикам российским рекрутировать своих граждан, в том числе и военнослужащих, которые подписывают контракт с вооруженными силами Российской Федерации и убывают на войну в Украину. Но уже в составе как наемники Российской Федерации. Вот поэтому сегодня говорить о том, что белорусская армия завтра готова идти в наступление, я бы не стал. Ну хорошо. Какие еще вы видите угрозы в ближайшем будущем? Угроза единственная на сегодняшний день это то, что нам катастрофически не хватает вооружения для того, чтобы бороться с огромными массами российской пехоты и техники. В среднем они где-то в трехкратное превосходство, как в личном составе, так и в технике. Но это если брать всю линию фронта, все 1200 километров. И вот это, на мой взгляд, это самая главная угроза, потому что у нас нет накопления запасов, мы воюем практически с колес и любой сбой поставок, особенно в боеприпасах, вызывает у нас проседание на линии фронта. Вот это, на мой взгляд, на сегодняшний день главная угроза. Я не думаю, что сегодня российское военное командование способно начать формирование резерва на такого мощного резерва, там численностью 200-300 тысяч, для того, чтобы, допустим, открыть там тот же второй фронт. Вот на сегодняшний день основными формированиями резерва являются две артиллерийских дивизии, которые формируются на базе в Подмосковье, артиллерийская бригада, которая формируется на базе Ленинградского военного округа, под Санкт-Петербургом, там база артиллерийская, Луга. И, по-моему, две бригады формируются на мотострелковых. Все. Они даже сегодня не формируют ни дивизии, ни армии. Последнее формирование в составе объединений, это был прошлый год, вот 18-й и 25-й общевойсковые армии, которые были введены, одна введена на юг, на Херсонское направление. Причем она доформировалась на месте, включая в свой состав 22-й армейский корпус, войск береговой обороны, который дислоцировался в Севастополе и сейчас там ведет боевые действия. Он составил основу 18-й общевойсковой армии. И 25-я армия, которая тоже была введена на Лиманское направление, в Луганскую область, и доформировалась тоже на месте уже здесь, в Луганской области. И сколько мы ждали? Три или четыре месяца она не вводилась в бой, так как была недоукомплектована. Вот что известно на сегодняшний день из открытых источников по формированию резервов в Российской Федерации. Не так все хорошо, как говорит российская пропаганда. Ну хорошо, если говорить о тех или иных видах вооружения, которые не хватают Украине для борьбы с большими массами пехоты противника, чего конкретно не хватает и что нужно получить в первую очередь? Ну, есть дефицит снарядов? Есть серьезный дефицит, я бы сказал большой даже дефицит снарядов. Причем не просто дефицит снарядов, для борьбы с пехотой самое эффективное средство это кассетные боеприпасы. Нам их дали, мы их израсходовали, в дальнейших я не слышал поступлений. И сегодня уже все меньше и меньше видео и фотоматериалов, где можно увидеть применение кассетных боеприпасов. Кассетка, ракеты в кассетном исполнении, те же атакам на 165 километров, 90 миль. То же самое, нам дали пару десятков, мы их отстреляли и на этом все. Но самое главное, не хватает вот именно боеприпасов для артиллерии и ракетных войск. Вот ракетные войска могли собой частично заменить авиацию. В плане нанесения ракетно-бомбовых ударов, то что делает сейчас Российская Федерация практически безнаказанно. Они дожимают наши войска, главная основа огневого поражения наших войск составляет авиация и артиллерия. Но авиация несет как бы основную нагрузку. Это кабы, керованные авиабомбы и это ракетные удары, плюс артиллерия. Вот вам вся система огневого поражения. У нас этого, к сожалению, нет. Это то, чего нам катастрофически сегодня не хватает. Хорошо, а сколько артиллерийских... Давайте там только... Артиллерийские снаряды 155 калибра. Сколько их нужно, сколько их расходуется в течение суток? Ну, российская норма... Я просто от них отталкиваюсь для понимания. Потому что все знают то, что рассказывают наши военные. И сводки, и журналисты, и сами военные. И мы представляем, какой эффект от этого огневого воздействия артиллерии, российской артиллерии, на наши войска. Россия сегодня выкладывает на грунт в сутки от 10 до 15 тысяч боеприпасов. На основных оперативных направлениях, типа Авдеевского, я думаю, что цифра может доходить до 20 тысяч в сутки. У нас норма расхода составляет где-то порядка 2-3 тысяч в сутки. Вот вам сравнительная характеристика. Чтобы выйти на паритет, надо либо использовать хотя бы половину общих нарядов, общего назначения боеприпасов, иметь возможность выкладывать на грунт. И для того, чтобы уравнять вторую половину боеприпасов по расходу, надо иметь высокий процент высокоточных боеприпасов. На что мы практически на сегодняшний день тоже рассчитывать пока что не можем. Из-за их дороговизны и малочисленности у наших партнеров. Я имею ввиду снаряды типа Искалибург. Смарт, Искалибург. Вот такие вот. То есть нам надо кратно увеличивать нормы, кратно увеличивать боеприпасы для того, чтобы наша артиллерия могла выполнять огневые задачи не только в интересах пехоты, но еще и вести контрбатареи. Скажите, пожалуйста, а это реально? Да. Реально увеличить в 10 раз? Вот вы говорите 20 тысяч сутки против 2-3 тысяч сутки. Ну, по сути дела, речь идет о 10-кратном увеличении производства боеприпасов, так? Да. Ведь именно об проблеме, что производство не справляется. Вот вкупе страны-союзницы Украины, которые поставляют ей оружие и боеприпасы, они способны так нарастить их производство? Да, вполне способны. Ну, смотрите, даже если вот, допустим, Европа говорит миллион снарядов в год, да, это в среднем около 3 тысяч в сутки. Ну, там чуть меньше, там 2 с хвостиком. То есть это абсолютно реально. Если Европа, если столько же даст еще Соединенные Штаты, уже 6 тысяч, 5-6 тысяч получается. Плюс там еще могут какие-то страны помочь из своих запасов. Например, в Соединенных Штатах, для понимания, в Соединенных Штатах сегодня на хранении находится 4,6 миллиона артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров. Но какие проблемы отдать нам миллион? И спокойно себе разворачивайте производство, наращивайте его постепенно и заполняйте слады теми снарядами, которые вы нам оттуда выдадите. Вот о чем вопрос. Почему, допустим, Петр Павел, президент Чехии, находит на рынке в свободной продаже 450 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров и предлагает Европейскому Союзу на выделенный грамм для нас в размере миллиарда евро на закупки боеприпасов, выкупить эти боеприпасы и поставить Украине? Кто первый становится поперек дороги? Франция. Франция ни копейки за пределы Европейского Союза. Ее поддержала Греция и, по-моему, Кипр. Еще там кто-то поддержал. И вот, пожалуйста, полмиллиона снарядов уплыли мимо нас. И мы... То есть в мире не проблема найти снаряды для 155 калибра. Надо... Кто ищет, тот всегда найдет. Надо просто политическое решение. Как мы... Избитая фраза. Нужна политическая воля для того, чтобы эти снаряды купить. А собственное производство? Ну, собственное производство у нас, смотрите, на территории страны мы не можем его развернуть, потому что это очень большие риски. Прилетит одна ракета и на этом все производство закончится. Все деньги улетят в один момент, как говорится, коту под хвост. Поэтому... А разворачивать на мощностях или на территории стран-партнеров, да, можно. Кстати, мы производим там какое-то количество боеприпасов на территории одной из стран-партнеров. Об этом говорил министр обороны еще предыдущий. О том, что мы договорились и начали производство. Но я думаю, что собственное производство исчисляется там в довольно маленькие цифры. Может быть, там несколько тысяч боеприпасов в месяц мы производим. Там очень, как говорится, проблематично, потому что надо совместить очень много закупок, много составляющих. Это сталь, ее обработка, это взрывчатые вещества, это такой высокотехнологичный механизм, как взрыватель, который состоит из целой кучи компонентов, в том числе и цветных металлов. Поэтому довольно проблематично. В нашем варианте самый лучший способ – это закупка готовых боеприпасов. Хорошо. А производство каких-либо других видов вооружения? Я не знаю, гранатометов. Я имею в виду не противотанковые гранатометы, а именно вот гранатометы, которые очередями стреляют противопехотными гранатами. Танковые автоматические гранатометы – тоже, в принципе, вариант. Можно разворачивать, но смотрите, Евгений Алексеевич, мы два года потеряли. Начнем с этого. Мы только сейчас поднимаем вопрос, и то у нас идет очень туго, вопрос перевода экономики на военные рельсы. И каждый раз, когда общество ставит этот вопрос перед правительством, у меня такое впечатление, что правительство пытается спустить его на тормозах. И в большинстве случаев это, к сожалению, удается. Вообще, конечно же, в той ситуации, в которой оказались мы с нашим военно-промышленным комплексом и с нашей ситуацией, когда оружие надо не то, что сегодня и сейчас, оружие надо еще вчера было. В нашем варианте наилучший и быстрый способ – это покупка. Рынок насыщенный, в принципе. Если бы у нас была свобода выбора и соответствующее финансирование, я думаю, что мы могли бы эти поставки обеспечить за счет закупки на рынке вооружения. Опять же, используя либо запасы наших стран-партнеров, либо финансирование от наших партнеров, если бы они согласились, чтобы мы купили у других стран, которые имеют эти запасы и готовы их сегодня продавать. Вот тут, возвращаясь к Авдеевке, один наш зритель, не могу понять, это Кремлебот или не Кремлебот, Игорь Ратов некто, настойчиво спрашивает, почему полкозов отправили в Авдеевку? И правда ли, что его там полностью перебили? Ну, его никто не перебил. То, что полк несет, там, во-первых, не полк, там бригада, и это уже не Азов, это третья штурмовая бригада. Давайте так. Да, косяк этого подразделения, этой части воинской, он состоит из азовцев, которые в том числе либо были в составе полка Азов, воевали и проходили там воинскую службу. А его отправили туда, потому что на сегодняшний день он был на переформировании, и он был свободен, выведен из боевых действий. И он является одним из самых боеспособных частей наших вооруженных сил Украины. Поэтому его туда и бросили. Другие такие части, как, допустим, 47-я бригада, она сегодня в боях, и выдернуть ее оттуда не представляется возможным. Поэтому всегда на прорыв, на самые тяжелые участки, всегда бросают лучше. Вы же знаете, этот принцип действует везде, как в армии, так и на гражданке. И еще спрашивает господин Радов, точнее, декларирует, я не знаю, можете вы это прокомментировать или нет, в случае взятия часового яра дело уже будет не в снарядах, полетит вся логистика фронта. Почему? Часовый яр является опорной точкой линии обороны. И взятие часового яра может просто создать брешь в нашей обороне. Но при чем здесь логистика? Наоборот, часовый яр сейчас по мере приближения линии фронта, к сожалению, надо констатировать, что она хоть очень медленно, но все равно продвигается в сторону часового яра, то, поверьте, логистика оттуда уходит. Это как бы абсолютно нормальное явление, она уходит на безопасное расстояние. Это логика войны. И если фронт приближается, значит логистику надо отводить в тыл. Иначе вы останетесь без логистики. Так что говорить, что если враг захватит час, а в яру рухнет вся логистика. Если он, допустим, ну не знаю, высадит десант, что сегодня нереально проведение десантной операции, и сегодня и сейчас это сделает, то, может быть, трудности с логистикой возникнут на какой-то период времени. Но мы понимаем, что в этой войне высадка десантных операций закончилась на аэродроме Василько в 22-м году. Что неужели с тех пор не может быть ни одной подобной попытки повторить такого рода... Попытки, может быть, и будут, и даже были попытки высадить тактические десанты, то есть небольшие на отдельные объекты при штурме наших позиций. Но они не уменьшались успехом. А такие массированные... Вот Гастомель и Васильков, это две попытки высадить воздушный десант, воздушным способом, методом посадки на вертолетах. Кстати, Василькови даже парашютным способом пытались выбрасить, выбрасывали, точнее, десант. Но ничего не получилось. Поэтому десантные операции посворачивали. Сколько вертолетов было задействовано в этой попытке десанта? В Гастомеле 34 вертолета было задействовано в попытке высадить десант. Четыре вертолета были сбиты в ходе высадки. Остальные, кстати, по принципу русские своих не бросают, остальные бросили высаженную часть десанта и просто ушли в освояси. А мы уже тут добивали этот десант, они бились там в полном окружении. И, по-моему, к вечеру, уже к ночи десант был полностью уничтожен. А в Василькове? А в Василькове там была попытка выброски парашютным способом. Но они уже там, наше командование военное среагировало очень-очень оперативно. И часть десанта уже высаживалась прямо на наши пулеметы. То есть мы начали их ликвидацию еще в воздухе. А вот Александр Глобин утверждает, а теперь может получиться. А вот как это может теперь получиться? Ну пусть попробуют. При нынешней системе противовоздушной обороны, которую мы создаем сейчас, а мы идем сразу как бы основным способом, мы создаем глубоко эшелонированную систему противовоздушной и противоракетной обороны в нашей стране. Ну пусть попробуют. Сегодня российская авиация боится приближаться ближе 10 километров к линии фронта. Я уже вообще молчу о том, чтобы пересечь линию фронта или нашу границу воздушного пространства Украины. Об этом речь не идет. Мы даже иногда достаем летательные аппараты в приграничной зоне. Вспомните событие в Брянской области, когда было 5 летательных аппаратов, было уничтожено в течение одного дня. Так что, действительно, даже вертолеты, я не говорю о самолетах, даже вертолеты не заходят на территорию Украины, я имею в виду, не пересекают линию фронта. Да. Преимущество, они не заходят, они применяют те же способы ведения войны, метод кабрирования, когда они, не долетая до линии фронта, зависают на месте, задирают нос и вот таким навесным способом отстреливают НУРСы, неуправляемые реактивные снаряды. Типа, типа, там, Гидро-70. А еще российские вертолеты имеют преимущество в ракетах. У них есть тур-вихрь воздушного базирования. У него дальность 12 километров. И 10-12 километров. И вот они на расстоянии 8-10 километров от линии фронта приподнимаются и обстреливают наши позиции вот этими турами. Ракетами вихрь. А мы не можем достать, потому что тактические средства, наши тактические средства максимально 5, ну, в лучшем случае 7 километров. Мы их не достаем. В этом, как бы, в этом наша проблема. Нет таких средств. А так нет. Ближе к линии фронта никто даже не боится подлетать. Как только залетает, ну, буквально последний Су-25 мы сбили в Авдеевке. Точнее, не Су-34. Мы сбили в Авдеевке. Он случайно залетел в нашу, в зону достигаемости. Наших систем ПВО был тут же сбит. Некто Юрий Филин спрашивает. А где хвалевые Абрамсы? Вы что, их бережете для того, чтобы потом на постаменты поставить? Вместо ТЭТ? Нет. Абрамсы выйдут. Это будет сюрприз. Неожиданный сюрприз для российских войск. Выйдут Абрамсы, выйдут челленджеры. Так что пусть не переживают. Абрамсы есть, они в надежных руках. И их время еще придет. А они в бой не ходили еще? Был замечен Абрамс. Кстати, в районе, по-моему, не то о Киевском, не то о Бахмутском оперативном направлении. Вот я боюсь ошибиться, но промелькнуло сообщение, что был замечен танк Абрамс. Но а так этот батальон еще, я так понимаю, в боевых действиях не принимал участие. Ну, в принципе, наверное, многие люди, которые задают сейчас вопросы и вообще, которые пытаются рассуждать о особенностях боевых действий, которые ведутся сейчас на Украинском фронте, не совсем понимают то, что сегодня современный танк вроде Абрамса не выполняет тех задач, которые выполняли какие-нибудь «Тигры», «Пантеры» или «Т-34» во время Второй мировой войны. Ведь так? Да. Сегодня, к сожалению, танк больше играет роль либо штурмового орудия, либо вообще играет роль артиллерии, которая стрельбой с закрытых огневых позиций. То есть, не выходя на прямую видимость, не доезжая километров пять до линии фронта и да и более, они ведут огонь с закрытых огневых позиций, пытаясь поддержать пехоту. Как самоходная, практически роль самоходной артиллерии выполняет. Вот это основная, потому как дроны поменяли логику войны на сегодняшний день. Боевые бронированные машины и танки стали довольно уязвимыми перед дронами. Ох, должен вам сказать, Олег Владимирович, какую же ненависть вы вызываете у многочисленных кремлеботов, которые… Я их называю адепты русского мира. Я не знаю адепты никакого мира, но мир этот, извините за грубое слово, дерьмовый и пахнет так отвратительно, что просто нюхать это невозможно, даже вот в виртуальном смысле. Ну, бог с этими, с кремлеботами, все-таки, если говорить о тяжелой бронетехнике, говорили еще о леопардах, говорили о челленджерах, все-таки, их не хватает, их берегут или как? Я думаю, что их берегут, потому что их очень мало на сегодняшний день. Мы, кстати, получили где-то примерно одинаково и челленджеров, и абрамсов леопардов побольше. И то, видите, к величайшему сожалению, ну, говорят, дареному коню в зубы не смотрят, но, тем не менее, я бы заглянул и отметил, что леопардов первых на сегодняшний день передано намного больше, чем леопардов вторых. Все-таки, а леопард первый, он, ну, он намного хуже, намного слабее в плане, в плане живучести на поле боя. Как танк, как огневая система, вопросов нет. Версия опять более-менее современной, модернизированной. А вот в плане, в плане живучести, в плане бронезащиты, ну, к сожалению, он, он уже, как бы, танк прошлого, скажем так. Это танк периода, периода холодной войны. Вот, в этом плане, да. И на сегодняшний день основу, основу бронетехники, я так понимаю, составляют боевые машины пехоты. Вот БМП более распространенная, и мы видим, что БМП лучше применяется в боевой обстановке, чем, чем танки. Танки, я уже сказал, в качестве артиллерии, да, в качестве огневого средства ближнего боя, к сожалению, нет. Кстати, Брэдли в нашей войне используется исключительно по своему назначению. Ведь Брэдли создавалась, в период холодной войны еще начала создаваться, и именовали Брэдли никак иначе, как истребитель танков. И ее создавали для уничтожения Т-62 и Т-72. Ну, сегодня она показывает довольно высокую эффективность даже в борьбе с Т-90. Ну, а если говорить, скажем, о ракетных системах залпового огня, помните, ведь в свое время казалось, что это чудо оружия, хаймерсы, которые поступили на вооружение украинской армии и сразу заявили о себе как о весьма эффективном виде оружия, боевой техники. Почему что-то сейчас об этом перестало слышаться? Так снарядов нет. Вот в чем проблема. Проблема в боеприпасах. Если бы были боеприпасы, мы бы с вами продолжали наблюдать применение реактивных систем залпового огня. Тем более, что у нас довольно большой парк на сегодняшний день в MLRS и М270 и есть, ну, в принципе, М270. Там разбираться в деталях, что есть немецкая лицензированная система, есть британская лицензированная система. Ну, это точная копия М270. И у нее два пакета. И есть вариант хаймерс. Но вопрос наличия боеприпасов, вопрос возможности их применения. Нечем применять. Как вы думаете, сейчас ситуация переменится после Мюнхенской конференции? И я думаю, что история с умершлением в тюрьме Навального тоже должна, на мой взгляд, повлиять на отношение лидеров Запада к этой войне. Ну, видите, Джо Байден, на мой взгляд, очень сильно нивелировал эту ситуацию. Да, для нас она была бы очень хорошей. И она, я думаю, сыграет свою роль в плане политико-дипломатическом в том контексте, что с убийцей никто уже 100% не будет ни о чем договариваться. Это хорошо. И значит смысл принуждать нас, если у кого-то и были такие идеи. Ну, вот как типа Китай высказывал сейчас в Садбезе ООН, что давайте прекратим поставки оружия в Украину и заставим обе стороны выполнить минские договоренности. Понятно, что это играет в сторону Российской Федерации. То сегодня, ну, как бы после того, как убили Навального, понятно, что он не умер. Тем более, там адвокат говорит, что в среду с ним разговаривал, он улыбался и все было хорошо. Ничего у него не болело и жалоб на здоровье не было. Вот, с одной стороны. А с другой стороны, видите, как Байден себя повел. Он сказал, что заявления о катастрофических последствиях в случае смерти Навального в тюрьме, они были сказаны три года назад. А сегодня, как считает Байден, с его слов, становится понятным, что якобы Российская Федерация уже понесла все катастрофические последствия еще до того, как Навальный умер в тюрьме. Поэтому, к сожалению, пока что гегемония со стороны Соединенных Штатов сохраняется, может быть не полностью, но сохраняется на мировой политической арене. Естественно, все лидеры будут смотреть в сторону США. Но после такого заявления, я не думаю, что кто-то сейчас встанет и скажет, да нет, давайте сейчас грохнем экономику России или банковскую систему России и таким образом накажем эту страну за убийство политического заключенного. Я думаю, так. Ну что ж, посмотрим. Кстати, вот еще вопрос. Значит, подождите секундочку, здесь так гадят эти самые кремлеботы, потому что они сыпят своими дурацкими комментариями, что содержательные комментарии и вопросы куда-то улетают далеко-далеко. А вот Дмитрий Федоров интересуется, куда пропали байрактары, где они? Байрактары, ну мы понесли потери. Начнем с этого. Нет ничего вечного в этом мире. Особенно, когда развернулись системы российские. Но на сегодняшний день они есть в строю. И они продолжают выполнять в основном разведывательную функцию. Так что байрактары есть, никуда они не делись. И они воюют. Но они в основном сегодня наводчики и разведчики. То есть, грубо говоря, появились другие дроны, значительно более дешевые и в силу вот этого соотношения стоимость-эффективность гораздо более выгодные для использования в войне дронов. Правильно я понимаю? Да, вы правильно понимаете. Еще тут надо акцентировать внимание на борьбу со средствами, точнее на возможности преодоления помех, которые ставит рэп. Кстати, вот с дронами, особенно волонтерскими, я это называю игра в кошки-мышки. Потому что наши народные умельцы постоянно меняют, маневрируют в эфирном пространстве в борьбе с российским рэп. И Российская Федерация не успевает, тоже пытается маневрировать для того, чтобы поймать ту чистоту, чтобы задавить наши дроны. С байрактаром так не сделаешь. Схемы не перепаяешь на коленке в прифронтовой полосе или там, где их собирают эти дроны. Поэтому они используются в качестве разведчиков, в качестве наводчиков. В этом плане вещь очень хорошая и незаменимая. Но уже как ударные дроны, их берегут и есть замена, вы абсолютно правы, есть замена в виде камикадзе, беспилотников, дронов, чего угодно. А сколько их нужно? Кого? Чем больше, тем лучше. Я имею в виду вот этих недорогих в производстве, которые стоят, быть может, несколько сот долларов. Вот эти вот FVP, они называются, дроны, кажется. FPV. FPV, да. FPV. First Personal Video, то есть видео от первого лица. Я думаю, что в принципе на сегодняшний день потеря, точнее потребность фронта может где-то исчисляться от 3 до 5 тысяч. Ежесуточная. Ежесуточная. Почему? Потому что мы же с вами видим только самую красивую картинку. Мы видим, как дрон врезается в бронетехнику. А сколько было израсходовано дронов, чтобы он долетел до этой бронетехники и попал в нее? Поясните, пожалуйста. Что-что? Не совсем понятно, что значит, сколько было израсходовано дронов для того, чтобы... Потому что я хочу сказать, что не каждый дрон. В среднем по статистике где-то для того, чтобы поразить одну единицу бронетехники, используется 3-4 дрона. Потому что средства радиоэлектронной борьбы плюс маневренность техники, плюс применение этих самых огнестрельных средств для борьбы с дронами. Так что, то есть мы с вами видим только самую эффектную картинку, когда техника поражается. А когда дроны падают или промахиваются, это нам не афишируют. Вот еще вопрос. Точнее утверждение от одного из наших зрителей, который подписывается как Heinrich Wittels. Возможно, я неправильно произношу, но уж простите. Пишет он, что Брэдли бесполезное средство. Уничтожается на раз-два, горит и пробивается из крупнокалиберного пулемета. Так ли? Ну, опыт показывает абсолютно обратное. Брэдли даже устойчива к подрывам на противотанковой мине. Да, она получает повреждения, но при этом у экипажа и десанта есть шансы на выживание. Кстати, бой Брэдли и Т-90 мы с вами все видели на видео, представляли. Наши военные. И она даже получила прозвище у наших военных «Токси на передок». Так называют Брэдли. То есть подвоз личного состава, подвоз боекомплекта, эвакуация раненых. Брэдли незаменимая машина. По живучести тоже очень выносливая и довольно живучая. По огневым возможностям видели в состоянии бороться с танками. Что будет, если американцы... Это знаете, извините, Евгений Алексеевич, это знаете, вот мне этот вопрос. И этот зритель напомнил поговорку «Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны». Чувствуется, что он в Брэдли не воевал. Вот еще один человек пишет наоборот. Брэдли супер, экипаж защищает. Это основная задача. А Бушмастер вообще огонь. А что такое Бушмастер? Это австралийская машина. Она имеет капсулу. Она вообще обеспечивает живучесть. У нее может поотрывать все колеса, но экипаж в капсуле остается живой. Контузию, да, может получить, но не погибает. Мрапы, Бушмастеры, это просто... Это колесные машины, бронемашины, будем так говорить. Аналог бронетранспортер, можно так сравнить. Хотя у нее осей меньше. И да, действительно, они пользуются огромной популярностью у нашей пехоты, потому что довольно надежное средство. Понятно. А скажите, пожалуйста, спрашивает Алекс Владе, что будет, если американцы задержат помощь Украине еще на 2-3 месяца? Я думаю, что нам будет тяжело, конечно же, но катастрофы не случится. Судя по сегодняшнему заявлению Олафа Шольца, что они готовят нам большой пакет помощи военно-технической на 1,1 миллиарда евро. И там начинается полное содержание пакета. Немцы обычно оглашают постфактум. Они очень любят отчетность, вот эту четкость немецкая, показать все, что передали. Но сейчас анонсировано, что только артиллерийских систем будет 36 единиц в этом пакете. И будут М-113, боевые машины пехоты. Но количество не оглашается. Так что сказать, что нам вообще нечем будет воевать, нет, этого сказать нельзя. Тяжелее? Да, может быть, станет тяжелее. Но помощь, в принципе, идет. И сегодня мы выравниваем немножко ситуацию, стараемся выровнять ситуацию за счет наших стран-партнеров, европейских стран-партнеров, вот эти вот отсутствие поставок от Соединенных Штатов. Так что США может просто потерять статусность. На вот этих вот внутренних дрязгах они могут потерять статусность, если они провалят это голосование и не выделят нам средства. А Европа тогда будет вынуждена, и они, в принципе, этим уже, я так смотрю, довольно серьезно занимаются, заменить, как вот Боррель сказал, надо быть в готовности компенсировать те вооружения, которые не в состоянии или не сможет поставить Соединенные Штаты. Я думаю, Европейский Союз не самая бедная организация, и они вполне смогут справиться с этой задачей. А вот если говорить о использовании дальнобойных дронов против узлов связи, против складов боеприпасов, против баз, где концентрируются запасы горюче-смазочных материалов, ну, наконец, против других жизненно важных объектов военной инфраструктуры, включая и большие нефтеперегонные заводы на территории Российской Федерации. Здесь могут быть новые дополнительные успехи. Мы уже увидели, как горели в тылу российских войск крупные нефтебазы. Ну, я вам скажу так, что, к сожалению, мы здесь тянем кота за хвост. Надо усиливать это. И вот эти атаки, вот эти удары по стратегически важным объектам инфраструктуры, они должны производиться ежесуточно и в больших количествах. То есть мы должны переносить войну на территорию врага. Чем быстрее мы это сделаем, чем больше мы перенесем боевые действия на территорию врага, тем больше шансов на успех на линии фронта. Поэтому это должно быть повседневной работой. Насколько я понимаю, все ограничивается производственными возможностями нашими по изготовлению вот этих вот дронов дальнего радиуса действия стратегических. От 300 километров и там до тысячи с лишним километров. В этом главная проблема. Их количество. А то, что это необходимая мера, это тут даже не должно возникать вопросов. Ну вот опять-таки Юрий Филин, которого я, по-моему, уже цитировал, сегодня утверждает, что без разрешения Америки немцы ничего не дадут. Они будут ждать телодвижения американцев. Ну, я думаю, наоборот. Видимо, он внимательно следил за последними событиями. И вот этот экстренный визит Олафа Шольца в Соединенные Штаты, в Вашингтон. И тема беседы была Украина. Между Джо Байденом и Олафом Шольцем. И я думаю, что именно, смотрите, после этого он возвращается. Мы подписываем. Наш президент едет в Европу. И первая остановка – это Берлин. Подписание договора о военном сотрудничестве, в котором изложены и гарантии на переход безопасности на переходный период. Там 10-летний договор о сотрудничестве. И сразу же выделение такого большого пакета помощи, как на 1,1 миллиарда евро. То есть наоборот. Мне кажется, что Джо Байден мог попросить Шольца взять большую часть поставок на плечи Европейского Союза. А что с поставкой самолетов? Вот кто-то называет, пытается, знаете, там насмешливо сказать об этом. Один из наших зрителей спросил про F-16, а другой сказал, ну да, конечно, кукурузники на подходе. Ну, я посмотрю, конечно, что запоют эти ребята, когда кукурузники реально начнут применяться в боевых действиях, но все же. С самолетами я надеюсь, что все идет по графику. В принципе, и министр обороны об этом говорил. Сейчас, кстати, начинают уже передаваться нам пакеты помощи. В частности, Канада готовит там на 90, по-моему, миллионов долларов пакет помощи, в который будет уже входить запчасти, оборудование для обслуживания F-16 и боеприпасы для F-16. Так что, я думаю, что март, ну, крайний срок, апрель, мы увидим, я думаю, в марте первые F-16 должны появиться в нашем небе. Так что здесь проблем нету, все идет по графику, тем более, что самолеты еще в прошлом году. А скажите, пожалуйста, другие виды авиационной техники могут быть поставлены в СССР? Вполне возможно. Ну, вот я уже, мы упоминали с вами в разговоре, возможно, Мираж-2000. Во Франции уже не первый раз мелько звучит эта фраза, что Франция может рассмотреть вариант предоставления нам Мираж-2000. Потом этот Гриппин, шведский, может появиться, потому что правительство Швеции тоже заявляло о том, что они рассматривают такой вариант передачи нам этого типа самолетов. Ну и, может быть, мы что-нибудь себе прикупим или попросим партнеров прикупить для нас что-нибудь из тихоходного для борьбы с крылатыми ракетами, особенно для борьбы с шахедами. Вот, может быть. Но вот Мираж, Гриппин и F-16, но F-16 как бы гарантированно должен появиться, а вот эти два, Мираж и Гриппин, вполне вероятно, что могут тоже появиться. Что это за самолеты, если коротко? Чем они отличаются от F-16? В принципе, это аналогичные самолеты примерно одного поколения на сегодняшний день. Просто у них целенаправленность более узкая. Это истребители, которые имеют возможность нести ракетно-бомбовую нагрузку. Истребители-бомбардировщики, будем так говорить. Но сегодня это универсальные платформы летающие. Просто F-16, он как самый массовый, больше 8 тысяч было выпущено этих самолетов, он как самый массовый, он стал действительно универсальной платформой в ходе модернизации. И на сегодняшний день может выполнять функции истребителя-перехватчика, истребителя-бомбардировщика, штурмовика. То есть у него арсенал настолько широкий, и возможности, это как рабочая лошадь, знаете, такая. Вот, кстати, F-35, он же идет, в принципе, на замену F-16, тоже как многоцелевая летающая платформа. А это европейские варианты, французский вариант и истребителя, и шведский вариант истребителя. По характеристикам они, конечно, немножко послабее, но в принципе основные нюансы их применения, они примерно одинаковые, они одного класса и примерно даже одного возраста. Да, и, кстати, F-16 же может работать в паре с системами противоракетной обороны. Тот же Patriot работает в комплексе с F-16, причем в обе стороны. F-16 может выполнять роль истребителя-перехватчика, если его наводит комплекс Patriot на ракету. И F-16 может выполнять роль радара дальнего обнаружения и давать цели указания комплексу Patriot по уничтожению ракет в воздухе на траектории. Так что он более универсальный, более, будем так говорить, развитый в этом отношении. F-35, о которых вы упомянули, это истребители пятого поколения, так? Это современное, да, это, будем так говорить, это на сегодняшний день, это, в принципе, последнее слово техники, в науке и технике во военном авиастроении. Есть три варианта F-35, палубный, наземный с изменяемым вектором тяги и обычный наземный самолет. У вооруженных сил Российской Федерации имеются самолеты пятого поколения? Ну, они заявляют, что у них Су-57 пятого поколения, даже шестого они его там пытаются окрестить. Но на самом деле он, Су-57, это, в принципе, говорят, Су-35 в новом фюзеляже. Так оценивают его, во всяком случае, специалисты летного дела. Потому что ничего нового они туда не привнесли. Фюзеляж разрабатывался еще в советское время. Кстати, он имел техническое название Т-50 и испытывался на учебно-исследовательском центре в Крыму. Еще во времена Леонида Кучмы. Были летные испытания, а потом это все заглохло. Деньги они перестали финансировать России это дело. Они использовали нашу базу для проведения испытаний. А потом в ускоренном темпе засунули туда двигатель от F-35. В основном системы вооружения те же самые. Поэтому заявляют они, да, что это самолет шестого поколения. Но на самом деле... Они есть в реальной жизни, на вооружении. Да, он на вооружении есть. На сегодняшний день по разным оценкам, я встречал самую большую цифру, 19 машин было изготовлено. И сколько из них в строю, трудно сказать. Они даже умудрились два разбить накануне массированного вторжения. Один при перегоне из Комсомольска на Амуре разбили. А второй, вот я не помню, где потерпел аварию. Но очень интересный факт. Обратите внимание, что если они не знают, чем нас напугать, нас и страны, наши страны, партнеры, запад коллективный, новыми аналоговнетными видами вооружения. На сегодняшний день за два года войны ни разу, ни одного разу, Су-57 не был применен против нас в бою. А вот Ф-16, который реально может быть применен в бою против российской армии, он может, например, спрашивает Алекс Владе, на расстоянии сбивать Ту-95, который наносит ракетные удары по Украине? Если они попадают в зону действия ракеты Ф-16, то да. У Ф-16 максимально, по-моему, если не изменяет память, 180 километров. Кстати, Ф-16 может пустить ракету, и российский летчик даже не будет знать, что ракета уже идет по его самолету. Когда он увидит ее на радаре, она будет уже рядом. Так что, если Ту-95 попадает в зону действия ракетного вооружения Ф-16, то вполне может сбить. Вот так вот. Хорошо. А вот если говорить о возможностях российской противоракетной, противовоздушной обороны, мне приходилось слышать такое мнение, что в данном случае масштабы, размеры российской территории становятся едва ли не главной ее слабостью, что для того, чтобы защититься от того количества дронов, в том числе дронов дальнего действия, которые вскоре могут указаться на вооружении Украины, не хватит никаких средств ПРУ. Ну, давайте начнем с того, что средств ПРУ как таковых в Российской Федерации нет. Чистых ПРУ. Ну, вот так. Потому что 300-й и 400-й комплекс это ПВО плюс ПРУ. И там даже не плюс ПРУ, а там написано, что эти комплексы с возможностью борьбы с баллистическими целями. Но коэффициент поражения баллистической цели 0,3. То есть три ракеты, одна цель. По баллистике. А по баллистике только скорость баллистических ракет настолько высока, что три ракеты, одна цель. Ну, дай бог успеть одну выпустить. Вот Патриот, он работает по принципу одна ракета, одна цель. Причем баллистика сбивается аж балланками. Вы знаете, да? Летающее бревно. Ее называют так американцы. Это противоракета, в которой нет взрывчатого вещества. Она за счет кинетической энергии, за счет энергии удара, разбивает баллистическую ракету. Ну, сбивает ее с курса и разбивает ее. В зависимости от того, какую часть ракеты она попадает. Какая же точность попадания должна быть? Ну, так мы с вами это видим на наших глазах, когда происходит. Точность попадания великолепная. А российский комплекс рассчитан с вероятностью 30%. То есть три ракеты, одна цель. Попаду, не попаду. Так о какой противоракетной обороне мы с вами говорим? Это советский принцип, который закладывался еще в С-300. С-300 это был комплекс, разработанный в Советском Союзе, который первый в истории систем ПВО СССР имел возможность борьбы с баллистическими целями. Поэтому говорить о том, что у России есть система ПРО, я бы не стал. Это раз. Второе, они не работают в единой системе. Обнаружение и оповещение целей. Этого у них нет. Да, кстати, остался старый советский принцип. Это кольцевая оборона самых важных стратегических объектов. Остальное, если посмотреть на карту ПВО Российской Федерации, то она вся в белых пятнах. Именно поэтому бобры и лилеки долетают до тех объектов, которые иногда взрываются на территории Российской Федерации. Плюс сегодня война в Украине поставила... Бобры и лилеки, уточните, пожалуйста, что это такое бобры и лилеки? Это дроны, наши дроны дальнего радиуса действия, скажем так. У нас много названий, просто эти две на слуху больше всего. Сокел есть еще тоже, дрон дальнего радиуса действия. Но сейчас, вот смотрите, сейчас, кстати, картина очень интересная складывается. Сейчас уже одеялко становится очень маленьким. Если хочешь укрыть ноги, то надо открывать плечи. Я имею в виду по количеству систем ПВО, таких как С-300, С-400 в Российской Федерации. У них уже дилемма, что надо, либо прикрывать войска на оккупированной части территории Украины, либо прикрывать объекты на территории Российской Федерации. Не хватает систем. Но ведь в значительной степени, я так понимаю, это еще связано с тем, что раньше вооруженные силы СССР и очень многое российская армия от них унаследовала, прежде всего готовились к отражению ракетных атак со стороны НАТО. И выстраивали противовоздушную оборону страны, крупнейших городов, исходя из того, что прежде всего нужно будет отражать атаку межконтинентальной баллистикой или баллистикой среднего радиуса действия. Так ведь? Ну да, тогда в годы Холодной войны средний радиус действия и межконтинентальные баллистические ракеты, да. Ну, кстати, видите, как оказывается, и советская система была в большей степени построена на пропаганде и мифологии. Вот, кстати, МиГ-31, он же создавался именно для борьбы с межконтинентальными баллистическими ракетами. У него очень мощный бортовой радар, и четыре МиГа перекрывают примерно тысячу километров фронта. Он истребитель-перехватчик. Вот они должны были сбивать, они дислоцировались на Дальнем Востоке в том числе, они должны были сбивать ракеты, которые могли прилететь со стороны Соединенных Штатов. Ракеты или боеголовки? Что-что? Простите, ракеты или боеголовки? Ракеты, ракеты. Нет, нет, смотрите, дело в том, что сейчас уже о боеголовках, это мы уже говорим вот последние, ну, 20 лет. Раньше же ракета шла с основной ступенью практически до самого конца. Не было разделения головной части и ракеты-носителя. Нет. Потом появились многоступенчатые ракеты, а потом появились разделяющиеся головные части. И только сейчас мы говорим о том, что цели достигает только этот самый боезаряд, который находится в голове ракеты. Их может быть от 10 до 14. Из них часть может быть ложных, часть может быть боевых. Тогда, но начиналось все именно с ракет и рассчитывалось все на перехват ракеты. Эта ракета, конечно, она здоровенная дура, и с ней можно было бороться, и комплексом С-300 в том числе можно было бороться с этой ракетой, и самолетами МиГ-31, которые именно под это и тогда и создавались. Олег Владимирович, поскольку многие наши зрители присоединились к нашей аудитории не сразу, и, возможно, не слышали ваших первоначальных комментариев, я еще раз попрошу вас ответить на вопрос, который задал, судя по всему, недавно появившийся в нашей аудитории Дмитрий Поляков. Что будет, если вооруженные силы Российской Федерации полностью займут Авдеевку? И какие будут дальнейшие действия ВСУ? Извините, что заставляю вас повторяться. Нет, пожалуйста, смотрите, если гипотетически такое случится, что Авдеевка перейдет под контроль российских войск, то, в принципе, катастрофы не случится. Мы выровняем линию фронта, что для нас, кстати, будет более выгодно. Мы уменьшим фронт как минимум на 30 километров на Авдеевском плацдарме. И дальше мы сядем на наш рубеж обороны, который сейчас активно строится, на те деньги, которые были выделены правительством Украины, на постройку оборонительного рубежа. Кстати, как говорил бывший главком генерал Залужный, там, по-моему, в 10 километрах от Авдеевки проходит первая линия этого оборонительного рубежа. Нам, конечно же, как гражданам Украины и патриотам будет обидно и больно то, что мы теряем территории, но при этом мы сохраняем армию, выравнивая фронт и штурм прямой линии фронта без вклинений в глубину обороны противника, это намного сложнее, чем вот имея неровности фронта, используя их как преимущество для преодоления обороны противника. Вот какой-то Сергей Борисович на вас пытается наскакивать. Дожданов на фронте сейчас не был. Сейчас война абсолютно другая. Россияне используют Старлинк. Ничего не будет. Там руины, как Бахмут и Маренко. И что? Нет, так подождите. То, что российская армия превращает сейчас Авдеевку, превращает в руины, мы это видим. И мы в этих руинах, кстати, ведем довольно успешно оборонительную операцию. Да, очень тяжело нам. Ситуация там на грани критической, но тем не менее мы обороняемся. Несмотря на более 60 кабов за сутки, которые сыпятся на голову наших военных, и на Авдеевку в том числе, превращая ее... Кстати, есть уже информация, что фосфорные боеприпасы, то есть зажигательные боеприпасы... Это называемые кабы, да? Да, зажигательные боеприпасы используют для Авдеевки. Кстати, подожгли коксохимический завод, цистерны с мазутом, и они там сейчас задымляют местность очень сильно. Ветер гуляет, и этот дым, черный едкий дым тоже гуляет и мешает вести боевые действия. Поэтому тут говорить о том, что да, превращают в руины, но это... Это старлинки, кстати, они начали использовать... Сейчас наши ведут переговоры с тем, что есть же возможность отключать индивидуально каждый терминал. Каждый терминал имеет свой серийный номер и разбирается с этими старлинками. Это не... У россиян и раньше был... Был интернет на линии фронта. Не надо думать, что у нас есть интернет, у них нет. Нет, у них тоже был. И то, что они покупают контрабандой эти терминалы, это как бы... Ну, это осложняет нам как бы задачу и создает нам проблемы, но это не ведет к катастрофе. А то, что там кромешный ад, это мы прекрасно понимаем. Для этого не надо ездить на фронт, для того, чтобы понять, что там идут ожесточеннейшие бои, кровь льется рекой, и что условия ведения боевых действий там просто ужасные. А вот человек Владимир Кей, он подписывается. Что будет, если линия фронта замрет, Россия прекратит дальнейшее продвижение и начнет строить фортификационные сооружения, а война сведется к артиллерийским дуэлям? Что дальше? Ну, дальше накопление... Так, смотрите, к этому все и идет. Наша задача сейчас полностью выбить у российской армии наступательный потенциал. Вот у нее на сегодняшний день есть наступательный потенциал на двух оперативных направлениях. Наша задача это выбить. Будет какой-то период окопной войны, как в Первую мировую, да, артиллерийские дуэли, стрелковые бои позиционные, а параллельно нам надо накапливать силы и формировать группировку войск для контрнаступления. Точно так же, как мы делали это весной прошлого года, но это не получилось в прошлом году из-за растянутости во времени поставок вооружений и неполном объеме выполнения тех заявок, которые мы подавали, как выяснилось потом уже осенью 2023 года. Если страны-партнеры нам предоставят необходимое количество и в короткие сроки, то да, у нас есть возможность сформировать группировку войск для контрнаступления и провести контрнаступательную операцию. При наличии всех видов огневого поражения противника, я имею в виду ракетные войска, артиллерия, авиация, ну, в принципе, по большому счету нам не будет большой помехой наличие оборонительных рубежей, даже таких, как типа линия Суровикина. Но если в достаточном количестве будет ракетные войска, боеприпасы для артиллерии и авиации. Вот еще один комментарий человека, который подписывается World Politica, мировая политика. Монсеньор де Виталь, я не знаю, что он имеет в виду, обращаясь к Монсеньор де Виталь, а что можно сделать? Это называется война на истощение, и все решает разница экономических потенциалов. Доля ВВП в России в мире 3%. Вот и считайте, у кого потенциал выше. Я не совсем понимаю, что... Ну, это оптимистически, Евгений Алексеевич, на мой взгляд, это оптимистический комментарий. Почему? Потому что вы понимаете, что фактически страны-партнеры там, ну, как минимум 30% мирового ВВП составят. Если все 50 стран сложить во главе с Соединенными Штатами, то, наверное, да. Может, даже больше. И действительно, Россия сегодня составляет 3% мировой доли ВВП. И... Я вот понял. Много или мало, господин WorldPolitik, вы же понимаете, что минимум в 4 раза экономический потенциал союзник, стран-союзниц Украины превышает экономический потенциал России. При этом мы выводим за скобки технологическое преимущество. Потому что вот ваш коллега Сергей Грабский, полковник, который на днях выступал тоже на моем канале, очень убедительно рассказывал, что большинство даже самых передовых систем вооружения и боевой техники, которые находятся сейчас на вооружении российской армии, это всего лишь модернизированные разработки в лучшем случае конца 90-х, конца 80-х, начало 90-х годов. Так? Да, абсолютно правильно. Кстати, есть такой научно-исследовательский институт, систем вооружения у нас, и он занимается, они берут с фронта трофейное вооружение и разбирают его до этой самой, до гайки. Так вот, они сделали вывод, что Т-90 это глубокая модернизация, Т-72. А в свое время говорили, что Т-72 это глубокая модернизация, Т-34. Так что ничего нового абсолютно не открыли. Из систем, артиллерийских систем, самое новое, что есть сегодня в Российской Федерации, это гаубица МСТА-С. Так, извините, я в 87-м году заканчивал училище, у нас была профильная система МСТА-С. МСТА-Б и МСТА-ЭПС. То есть это 80-е годы. Как раз середина 80-х начало перевооружения советской армии на системы ГИАЦИНТ 2.36 и на системы МСТА 2.65 и МСТА-С в самоходном варианте. Сделали они гаубицу коалиция. Чем она отличается? Ствол-то практически тот же самый. Ходовую поставили вместо 72-ки поставили Т-90. Ничего нового. Ничем они мир не удивили. Ракета Кинжал якобы гиперзвуковая это ракета комплекса Эскандер. Которая модернизирована под видоизменена точнее даже не модернизирована под пуски с самолетом МИГ-31. И так куда ни копни. Про Су-57 я сегодня рассказал. Поэтому да абсолютно правильно. Ядовитый вопрос еще от одного зрителя который называется себя Wargame Red Dragon в переводе с английского красный дракон из военной игры. Интересно а когда возникнет ситуация что вооружение Украины будут деньги Украины есть от союзников а людских ресурсов уже нет. Я думаю что вряд ли этот момент наступит потому что если дадут деньги и вооружение то поверьте люди будут ресурс у нас еще есть вот если не дадут денег и вооружение вот тогда вопрос с ресурсом будет стоять очень остро потому что долго вытягивать за счет героизма пехоты мы не сможем а в варианте деньги и вооружение довольно быстро мы сможем сформировать группировку войск для контрнаступательной операции как наказать Украину за агрессию против России дурацкий вопрос задает какой-то киберватник как наказать Россию за агрессию против Украины вот актуальный вопрос да это актуальный был вопрос но к сожалению вот видите так работает российская пропаганда я скажу что в этом плане Путину удалось как я всегда выражаюсь натянуть саму на глобус он постарался натянуть вторую мировую войну вот ее эпизод который был выделен как Великая Отечественная война он постарался натянуть именно вот на эту агрессию борьбу с нацизмом деды воевали деды умирали и ты иди умри вот в таком вот контексте и к сожалению переломить эту ситуацию в плане общественного сознания в самой Российской Федерации будет крайне тяжело вот кстати киберватник этот самый говорит что Россия жертва в этой войне да действительно на самом деле в каком-то смысле Россия жертва в этой войне потому что масштабы потерь невероятные они в 10 раз как минимум превосходят масштабы потерь в Афганистане за значительно меньший период времени а ущерб для экономики для качества и уровня жизни граждан Российской Федерации еще только предстоит осознать потому что такие вещи происходят растянутыми во времени не правда ли да это это как бы эффект задержка я бы даже так сказал и ну понимание осознания этого произойдет знаете как один один психолог сказал что для того чтобы вывести человека из состояния транса ему нужен стресс вот стресс выбивает его из того состояния в котором он находится и вот тогда после того как он вышел из своей зоны комфорта в которой он пребывал вот тогда можно начинать о чем-то разговаривать или или что-то пытаться донести или объяснить но если человек находится в своем иллюзорном мире созданном той же пропагандой то достучаться до него практически просто так пытаясь там основываться на логике на философии на там на знаниях это это просто бесполезно вот или происходит для этого нужен стресс это первое таким стрессом может быть разгром допустим российской армии на поле боя и вот после такого стресса начнется осознание той пагубности которую которую они сотворили ну понимаете вот сложно разговаривать с людьми которые пишут буквально следующее Россия обогнала по уровню жизни Германию а кто-то до сих пор верят что россияне живут плохо так они верят что при том что смотрите у них там коммунальный коллапс уже третий месяц продолжается кстати опять продолжается аварии в городах они верят что Европа замерзает без российского газа понимаете вот ну как можно говорить что заберет у тебя чего вы боитесь Америки они придут что заберут что они заберут туалет на улице ну блин когда это слушаешь ну честно палата номер 6 ну да ну люди к сожалению никогда не бывали зимой в Европе и не представляют себе какие здесь средние температуры не видели как зимой в Европе зеленятся газоны в большинстве не ну они видите они как выяснили как говорит статистика они и за границу то не вылежали ведь там по-моему там процент чуть ли не под 90% населения России никогда не покидало территорию Российской Федерации а половина населения никогда не покидают или большая часть больше половины населения никогда не покидало места проживания постоянно но они верят телевизору вот вот что самое главное ну вот еще дурацкий вопрос какой-то задает Андрей Корнев который наверное не понимает что на самом деле в этой жизни происходит западные деньги Украина осваивать научилась а чем и как она собирается отдавать долги Андрей я тут не буду утомлять Олега Владимировича эти деньги которые Украина сейчас получит это грантовые деньги это не взаймы читайте внимательно это помощь безвозмездная как и помощь которая оказывается вооружением боевой техники и кстати чтобы вы понимали значительная часть денег которые западные страны выделяют на поставки оружия Украине это деньги которые остаются у них в их экономике то есть условно говоря это новые инвестиции в расширение военного производства тех же самых снарядов это создается рабочие места и создается прибыль тем военным растет ВВП страны и зарабатывают деньги компании которые государственные инвестиции получают прибыль вот так кредитные экономические экономические вот еще любопытный вопрос который задает один из наших зрителей почему Зеленский бывает на фронте разговаривает с бойцами а Путина там не видно ну это вопрос наверное надо задать больше Путину я думаю я думаю что я думаю что тут вопрос безопасности и доверия к собственной армии вот здесь наверное больше даже кроется это не появление российского лидера или вождя как они его там называют вот в таких в горячих местах максимально он там доехал до Ростова ну говорят еще был в Мариуполе хотя там очень много сомнений и вопросов по тому визиту и по тому человеку которого они представляли как Путина в ночное время на вертушке без сопровождения без ничего вот еще в Ростове я поверю в выступление перед офицерами штаба округа и оперативной группы генштаба России которые там ведут вот которые кстати руководят непосредственно боевыми действиями группировки российских войск в Украине поэтому боязнь боязнь недоверия никому в том числе и к собственной армии да он просто трус простите ну это вы сказали самым простым языком послушайте он уморил своего главного политического оппонента в тюрьме убил Навального он на дебаты вообще вся эта история про двойников началась я не верю лично в том что где-то там во время переговоров с лидерами других стран появляется не Путин а появляется двойник но то что очень не похож на настоящего Путина человек который периодически выходит в народ кому-то жмет руки с кем-то обнимается или садится за руль автомобиля вот в это я верю и мои источники информации свидетельствуют что в действительности Путин страшно боится покушений его охрана не разрешает ему появляться на публике там где с ним как говорится может произойти что-то произойти я согласен с вами ображениями безопасности порой диктуется вот эта вот странная дистанция которая возникает между ним и теми людьми с которыми он периодически встречается ну да сидеть с Эммануэлем Макроном за пятиметровым столом отказаться чокнуться бокалом шампанского с Виктором Орбаном который там лучший его друг но при этом пойти обниматься с первыми встречными которые там стоят на улице митингуют и кричат там Путин Путин типа такого Ну что ж спасибо вам большое за этот разговор с вами можно до бесконечности разговаривать выуживать из вас разную интересную информацию о том как продолжаются боевые действия на фронте и что нам ждать от будущего но как говорится пора и честь знать спасибо большое Олегу Жданову за этот разговор спасибо нашим многочисленным зрителям которые оставались с нами все время потихонечку знаете советуют опытные видеоблогеры оставайся в эфире пока прибавляется твоя аудитория но повторяю хорошего понемножку поэтому спасибо вам всем большое и не забывайте только поставить лайки если еще не поставили этому видео и подписывайтесь на наши каналы на канал Олега Жданова на канал Евгения Киселева и всего вам доброго до свидания